Отвидеть центр родного города депутаты, чиновники, архитекторы, строители и обычные жители обсудили на круглом столе. Вначале озвучили итоги голосования на сайте Амур-Инфо. Как вы относитесь к строительству 15-этажки на месте завода «Амурский кристалл»? Из более чем 2000 проголосовавших почти 70% отрицательно. Я не готова расстаться с набережной как житель. С одной стороны, может быть, действительно стоит подумать о этажности и опять же подумать о расположении для того, чтобы сохранить набережную пешеходную. Мне кажется, что она теряет свой статус пешеходной улицы. Теоретически, благовещенские власти могут внести изменения в правила землепользования и застройки, запретить строительство или ввести ограничения для застройщиков. Но вмешиваться в ситуацию они, похоже, не намерены. В том числе и потому, что строить в центре именно жилье, а не общественные здания сегодня выгодны бизнесу. А бизнесмены наполняют наш бюджет налогами. Как вариант, да, может быть исключена жилая зона. Но вы говорите, что много людей хотят, чтобы жилой зоны не было на набережной. Я знаю очень много людей, которые поддерживают строительство. Кроме того, появление элитных высоток с видом на Китай, по мнению одного из депутатов, повод для состоятельных благовещенцев не переезжать в другие города. Элита должна быть городом, и она где-то должна жить. Люди уезжают из города, люди уезжают какого-то статка. Ладно, там исторические сложившиеся, что у нас было очень много военных, они уезжают на историческую родину какую-то. Но есть еще другие моменты, которые люди не видят какого-то комфортного проживания. Ну да, давайте им предоставим ту же самую этажность. Многие вот напротив, посмотрите, 25-30 этажей строятся. Чем и хуже. Несколько лет назад федеральные власти изменили строительное законодательство. Как следствие, у городского архитектурно-градостроительного совета отняли право диктовать предпринимателям условия строительства. Совет распустили. Больше нет в Благовещенске и главного архитектора. Если формально с документацией у застройщика все в порядке, ему обязаны выдать разрешение на строительство, даже если архитекторы посчитают будущий дом некрасивым и неудачно вписанным в окружающую застройку. Действующее городостроительное законодательство ориентировано на инвестора, на заказчика. Хотим мы этого, не хотим, как бы мы ни обсуждали, заставить заказчика, который получил по разрешенному виду использования, сделал проект, прошел экспертизу, ни администрация города, ни другой орган по закону заставить не может. Можно включать инвестор, пытаться, но это все будет уже незаконно. Поэтому я надеюсь, конечно, что такая ситуация у нас в стране изменится. Что касается будущего дома на месте Амурского кристалла, насколько законно власти разрешили использовать земли для размещения жилья, вопрос. По правилам землепользования и застройки, доля жилья в этом квартале не может превышать 30%. Визуально жилые дома занимают больше, чем треть. Но это, смотря как посчитать, сказали нам архитекторы. Технически, если там очень встроенных помещений много, и вот эти зоны, как мы называем, жилая и общественная зона, то если посчитать процент от дня первые этажи, вторые этажи, там все встроено и так далее, то, в принципе, можно и получить 30%. Шанс повлиять на ситуацию был у населения во время публичных слушаний. В результате застройщик может, к примеру, изменить этажность или габариты здания, улучшить его архитектурный облик. Однако публичными слушаниями население в этот раз не поинтересовалось. Застройщик, который купил территорию, обратился в администрацию, в установленном порядке комиссия по ОПЗЗ рассмотрела, вышла с предложением на Думу о том, что давайте мы вынесем на публичное обсуждение. В июне и июле прошлого года проходили обсуждения. Ни одного предложения ни за, ни против, ни поступит конкретно по этому Думу. В крупных городах ситуацию с застройкой в исторических центрах отслеживают независимые общественные организации, в случае чего оповещают население, инициируют обращение к властям. В нашем городе таких организаций нет. Между тем подготовка к строительству дома на месте Амурского кристалла уже началась. Помещение завода сносят. Наталья Храмова, Александр Рассказов, Евгений Налаборди. Альфа-Новости. Альфа-Новости.